А в МВД по Чувашии стартовала ежегодная общероссийская акция «Студенческий десант». Студенты пяти вузов республики познакомятся с работой полицейских, так сказать, изнутри. Они проведут прием граждан с участковыми, отправятся в рейд с патрульными, узнают все тонкости работы криминалистов. Именно экспертно-криминалистический центр стал первым местом экскурсии для ребят. Работа сотрудников ЭКЦ больше похожа на ту, что чаще увидишь в фильмах, нежели в обычной жизни. Здесь с помощью системы «Папилон» изучают и идентифицируют отпечатки пальцев. Сначала программа находит несколько совпадений, а затем эксперт своим зорким глазом высматривает все расстояния и разветвления в рисунке наших рук. Результат выдается со стопроцентной гарантией. У людей здесь работа достаточно ответственная. Они должны вводить большим багажом знаний, дабы применить их на практике. Я же обладаю немножко другой специальностью, поэтому вряд ли смог бы здесь работать. В других лабораториях исследуют поддельные купюры, проводят экспертизу биологического материала, наркотиков, пищевой продукции и оружия. По подобию оставленных на полях следов можно определить, например, из какого пистолета был сделан выстрел. Но больше всего ребят поразило исследование, когда по черепу восстанавливают лицо человека. Единственным специалистом по этой уникальной экспертизе в республике является Павел Яковлев. В прошлом военный медик поведал студентам, как определить по останкам пол, возраст, расу и другие особенные черты человека. Нас провели по кабинетам разных экспертиз. Но хотелось бы еще побывать в кабинете, где проводят автотехническую экспертизу, так как это ближе по моей специальности. Моя специальность идет по безопасности дорожного движения. И проводя экскурсию, мы бы, как студенты, узнали бы для себя большее. Для тех, кто с уважением относится к правилам безопасности на дорогах, была организована экскурсия в госавтоинспекцию. Три студента сельскохозяйственной академии вместе с сотрудниками ДПС отправились выявлять нарушителей ПДД. Их оказалось немало. В силу слякотной погоды приходилось напоминать водителям о том, что номера их автомобилей, несмотря ни на что, должны быть читаемы. За такую оплошность полагается штраф в размере 500 рублей. Но чаще всего автомобилисты просто получают устное предупреждение. Сами сотрудники ДПС говорят, что уже привыкли к своей работе. Единственное, что доставляет неудобства, это морозные дни и ночи. За 12-часовую смену нельзя не замерзнуть.